Сделать дорожное движение как можно более удобным и безопасным – такую задачу поставила перед собой городская мэрия. Только за последний месяц в Иванове установили три светофорных объекта в разных районах. Первопроходцем стала улица Рыбинская, где после установки электронного регулировщика движение стало двусторонним. Теперь и на 10 августа у торгового центра «Каскад» появился регулируемый пешеходный переход. Здесь также неорганизованный был пешеходный переход. Сегодня пешеходы будут ходить организованно. Так же, как мы в прошлом году сделали такой же светофорный объект у торгового центра «Каскад». И сегодня там более безопасный переход. Интенсивность движения здесь достаточно большая. Предусматривается синхронизация двух светофорных объектов на улице 10 августа при повороте на улице Марии Рябининой и, соответственно, на этом новом светофорном объекте. Раньше переход располагался чуть дальше. В основном неудобства он доставлял водителям. Переходя по одному, пешеходы провоцировали пробки. Теперь же движение будет организовано. Сегодня светофор запустили в желтом мигающем режиме, а уже с понедельника он заработает как положено. Улица Богдана Хмельницкого также обзавелась новенькими светофорами. На пересечении с улицей Первой Межевой, что позволило немного изменить схему движения на этом перекрестке. Во-первых, очаг для дорожного транспортного происшествия, который здесь был на этом перекрестке, мы его ликвидировали. Помните, моменты, когда здесь избивали пешеходов, на сегодняшний момент этот светофорный объект позволяет выезжать с улицей Межевой в все направления, позволяет доезжать со всех направлений. И, по крайней мере, пешеходы безопасно переходят дорожные полотна. А в перспективе у городской мэрии еще более масштабные преобразования. С сентября в Иванове заработает единая диспетчерская служба, при помощи которой можно будет дистанционно управлять всеми светофорными объектами в городе. Что, по мнению чиновников, еще более оптимизирует движение и сделает его безопасней. А специально для нарушителей ПДД на светофоры установят специальные устройства, которые в автоматическом режиме будут фиксировать проезд на запрещающий сигнал. Наталья Романова, РТВ Иванова